Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Парень пишет каждый день доброе утро и бывает спрашивает как дела. Ссылается на работу из-за того, что по факту перестал уделять внимание мне. Мы на расстоянии находимся в данный момент, говорит, когда тот отпуск сразу приедет. Это нормально? Да, это нормально, только вот само слово и само определение, если хотите, о нормальности может вас не устроить. В том смысле, что я ведь понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, что речь идет о том, что вы боитесь того, что ваши отношения, ну, заканчиваются, вы боитесь того, что мужчина, например, к вам может охладеть. Вот. Я прекрасно это понимаю. И я думаю, что, к сожалению, если мужчина к вам действительно охладевает, а такое бывает на расстоянии, на расстоянии такое случается, к сожалению, вот, то вряд ли вы можете с этим, на мой взгляд, что-то поделать. Да, это грустно, это тяжело. Да, вам, очевидно, больно будет и вам придется пережить расставание и разрыв. Вот. Но, в целом, я думаю, что даже если ваши отношения идут на нет, да, сойдут на нет, я думаю, что это абсолютно нормально, потому что на расстоянии отношения довольно редко выдерживают, если нет какой-то такой четкой цели, да, четкого периода, когда люди будут вместе. Вот. А то, что вы говорите по поводу того, что это не нормально, да, то есть, ну, спрашиваете, нормально ли это, потому что не важно, что это не нормально, а очень важно увидеть, из каких чувств вы это спрашиваете. То есть, вы чувствуете тревогу, обиду, может быть, злость, может быть, что-то еще. Вот. А очень важно, чтобы вы себе на эти вопросы ответили, потому что эти чувства, которые у вас есть, их необходимо выразить, эти чувства, понимаете? Чтобы они вас, ну, не давили, да, и вот, чтобы не отправляли вас. Вот. Если этого не сделать, то вы можете, к большому сожалению, да, вы можете отношения разрушить. Вот. Даже если ничего, как бы, ну, плохого, да, не происходит. То есть, вот, даже если, если ваше взаимодействие, оно нормальное, и, ну, у молодого человека, например, действительно, сейчас просто такой период, да, и ему просто нужно, ну, время, да, чтобы, вот, как-то, ну, пройти это, пережить это, вот. А вы же всех деталей можете не знать, вот. Вы можете не знать, например, того, что быть может, наверное, человек хочет там увидеться, ну, вот, из-за того, что нет такой, нет возможности, он из-за этого страдает, и от вас, ну, как бы, отдаляется, да, вот. И это отдаление, оно, вот, является такой психологической, скажем так, защитой. И вот здесь очень важно то, насколько вы с молодым человеком, в принципе, близки, да, насколько хорошо вы его знаете, на каких основаниях вы выстраиваете свое общение, да, свое взаимодействие, вот. Хороший, хороший ли у вас с ним контакт, я имею ввиду, с молодым человеком, вот. И как внимательно вы относитесь друг к другу, и, что самое главное, наверное, к себе в контакте с другим, а? То есть, насколько вы искренне. А, вот. Я бы сказал, что подобное поведение может быть еще связано с тем же, что мужчина не хочет, не может вам, ну, как-то рассказать, да, поделиться тем, что его, например, сейчас беспокоят. Такое вот тоже может быть. Это, опять же, ну, отсылает нас к вопросу о том, как вы выстраиваете ваше общение, да, какое оно, насколько оно охватывает все сферы личности. Может быть, вы общаетесь только в определенных руслах, вот. Так что, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.